So, what is happiness for you? Они такие нежные, ну как, рождаются маленькие, но как-то она их или загрызает, или умирает почему-то. Одна выживает, вот одна девочка выживает, а самцов она загрызает, самка же сама. Обычно считается каннибализм это из-за скученности, скученность большая, нехватка витаминов, особенно если не хватает протеинов, то они каннибализм, они начинают плювать друг друга. То есть неизвалансированный корм у вас, наверное. Протеины, а я уже их там кормлю, там, и сушкой, и всякими там добавками, вот этими крупами, ну, по рецепту, все по рецепту. Все по рецепту, тогда не знаю. Обычно это происходит в живности, если не хватает витаминов, не хватает протеинов особенно. Протеины, да? Да, и скученность, большая скученность, когда на площадь, на квадратный метр, скажем так, или сантиметр, приходится большое количество их. Тогда вот поесть. А, нет, ну там про количество там не идет речь. Ну, это, наверное, ну, я думаю, что это протеины, может действительно что-то с витаминами нехватка какая-то. Посмотрите разных рецептов, и я лично, допустим, делаю что-то свое среднее стараюсь. Разные рецепты и что-то среднее вывожу. Вот, и потом там одна самка меня не родит вообще. Почему, не знаю. Ну, это еще надо, наверное, самца надо поменять, вот. На практике только могу сказать, что, может, первый, самец не... Не способен, ну, понятно. Не... не приносит привлод. Да, да. А второе может быть такое, что ей не нравится он. Вы же не можете поставить... Вы видели, что у них произошло случка или нет? Там спаривание было? Это... Обычно, но и невозможно это увидеть. Невозможно. Вот, поэтому я вам говорю, есть такое вот у собак, у кроликов, я тоже не знал. Не нравится, не нравится самец и все. Вот... Не любит его. Не любит его. Не нравится, не дает ему. Не судьба. Хотя и хоть, но ему не дает, потому что не нравится. Есть такое? Есть. Да. У кроликов такое есть тоже. Да. Он прямо то есть. Ну, как... Я еще... Я там... Кроликов не держала никогда. У меня там... Это первое все. Ээээ... У меня были случаи, я держал года два, ну, кое-что практически. Вот с этим не хочешь, с тем не хочешь, раз, дал в другом. Фу! Сразу. Да, да. Есть такое, да. У собаки вообще... Вот у меня собака... Вообще, через силу все надо было ей делать. Мне нравится, надо заставлять члене изнасилование. Тогда она отгуляла, вот и родила 10 щенят. А так, я уже думал, что вообще станет бесплодным. Я уже... Последние дни там... Тоже есть определенные дни, когда три дня там... Удачные. Если проморгал, то... В прямом смысле изнасилование. Вот она родила. Вот сейчас я ее продал. Тоже не хотела, там тоже через силу, но один раз только у них произошло спаривание. Ну, надо два-три раза контролить. И она осталась бесплодной. Ну, я так считаю, что один раз это недостаточно. Мне нравится самцы или она такая вот... Непонятно. Ну, есть такое. Поменять самца? Может, действительно нет. Самца... Вот, допустим, вот... Вот я вам скажу. Вот из гусей... Я не держал вот эту практику. В гусей что происходит? Ээээ... Одна бабка из наших поваров объяснила... И он когда-то отвечал за гусей. Там берется один гусь на... Три, на три... На три гуськи. И она говорит, без рушей, без... Без стеснения. Прямо надо взять самца и оголить ему половой член. Есть который прямой, а есть вот такой у него скривленный, согнутый. Ну... То есть он пытается, но у него ничего не получается. Вот этого отбраковывать. И вот когда у нас мы держим 200-300 гусей... Я вам скажу, там из этого количества... Скажем, 20-30 пусть будет самцов. Половина где-то вот с бракованным членом... Ну, ну что? Да? Выбирается только, оголяется. И, конечно, не монашеское дело. Ну, надо. Хочешь ведь? Зато вот эти вот, когда отобрали... Потому что в том весной приходят проблемы. А вот яйца не было достворенные. Ну, процент вылупа с имбубатор очень маленький. И что? Да. А вот после того, как бабка посоветовала Иона, и он тоже не знал. И вот он уже остается гусями. Они вот осенью, перед тем, как у нас сейчас перед постом зарезать... Основную часть режут. Оставляют там 70-50. Именно оголяют член. Проверяют. Прямой остается. Скривленный. Все. Брак, брак, брак. Слушайте, Кирилл, слушайте. А я такое видела у вот этого самца своего. Тоже скривленный. Может это... У него, не знаю, у кроликов тоже какие-то скривленные. Может у них естественно такое должно быть, а может просто... Ну, конечно, у кроликов я не оголял, но... У гусей. У гусей там такое вот делается. А может быть... А может она сохраняется, вот эта тенденция? Я вот тоже так смотрю. Что-то... За эти... Поменять самца. Поменять, попытайтесь. Я даже не одного, я два еще куплю. Посажу в каждую клетку к самке. Да, пусть будет запас. Обычно берутся запасом. Ничего страшного. Потом посмотрите. Они вот... Бывают вот такие люди. Есть такие поворотливые, резкие. А есть мулатники. Такие вот нёни. Также у животных, живность. Есть этот... Выберите тот, который... Вот у нас был кролик, которым только дал любую. Он как грузинка, говорит, что все ломает. И что бы там ни было. У нас такой крол был классный. Он там за считанные секунды любая крольчика под ним... Он все дело свое. А вот были такие, что нет. Поэтому может быть и с... Этот... Может он пытается что-то там с ней сделать. Она там или кусает, или там... Или отворачивает. Все. Он уже как бы... Ну не мужик, не настойчивый. Попытается поменять самца. Это надо, да. Менять, менять, менять. Что-то так делать. Понятно. Слушайте, Кирилл, вы мне столько информации такой полезной рассказали, что... Насчет перепелов нет. Насчет кроликов... Я думаю, что те же ваши эти шиншиллы, кролики... Ну, недалеко, скажем, примерно в эту область. Поэтому... Это с чем сталкивался я с проблемами? Такими... Может быть и такое у них тоже практически есть проблемы. А вот ты, Кирилл, так рассказываешь, у нас был в зав. отделении в медучилище. Так он... А он врач, акушер-гинеколог. И вот он тоже рассказывал такую историю. Говорит у женщины что-то там, если какие-то проблемы, трудности там и так дальше. Он говорил, ну что делать? Там, говорит, лекарства там то, она, говорит, принимала, что-то не помогает. Он говорит, вам нужно съездить на курорт. Там получится, там голодный флот профессионал. Вам нужно съездить на курорт, но только обязательно без мужа. Да, вот. То же самое вот и с кроликами. Да, я тут думала... Ну ты, я рассказываю, это естественно, что с ней стесняться здесь. У вас в этом опыт, понимаете. Вы уже, как это, заглядаете, ну, ухаживаете давно. Сотельник. Да, у вас давно уже это налажено. Вот. А скажите, пожалуйста, еще, вы, ну вот, а вот весной мы хотим еще куры покупать, цыплятка, вот. Да, да. Такие, чтобы, ну, я не знаю, или чтобы не слизь, какие-то там сорта или как. Для чего? Чтоб не слизь, чтоб для красоты, или чтобы... Первое, чтобы не слизь, и какие вот покупать? Весной. Вот смотрите, я хочу иметь свое. У него вот... Есть они разного направления, я с ним согласен. Есть чисто яичного направления, это 200-300 яиц. Да, до двух, вот что подсказывает, два с половиной килограмма где-то петух. Вот представь. Корочка там два, два с половиной. Там разные сорта есть, породы. Есть мясо яичные, вот как брама. Есть чисто яичного направления, то есть те, которые мясного направления, они, допустим, меньше несутся. Я лично выбрал, почему браму. Я вам скажу, брама, оно считается мясо яичное. У нее такое, вот в интернете разные там есть информации. Но в среднем, вот я вам скажу, год брама, первый год несется считается 150 яиц в год. Первый год брама. Второй год она несет 100 яиц в год. На третий год уже спадает яйцоносник. Если сравнению взять, вот первое, то что я вам сказал, что два с половиной килограмма петух, то брама достигает до пяти-шести килограмм. Ого. Петух. Петух. Курочка где-то три-четыре килограмма. То есть, та, которая первая, скажем, мясная, которая весит два-два с половиной килограмма, несет до трехсот яиц может быть в год. Двести с чем-то. Двести. А это 100-150. Видите, какая разница? Угу. Зато брама взамен еще она красивая. Она обутая. Она обутая, ноги оперенные. То есть, браму почему я выбрал. Во-первых, она красивая. Во-вторых, она мясного направления. Если я думал, что если я не смогу ее продать, там, молодежь будет, можно продать на мясо. То есть, выиграешь на мясе. Если я не продал на мясо, то есть, просто она мне несет яйца. Мне хватало, у меня шесть курочек. Я вам скажу для сравнения, шесть курочек, они беду бы у меня был. Грубо говоря, скажем, лей с гривней одни к одному, да? Грубо говоря, я за них отдал весной тысячу лей. Ну, это предел от тысячи лей. Они у меня выросли, осенью начали нестись. Весной я начал продавать цыплят. И вот, скажем, вот сейчас будет год. Я где-то вытащил, если продать вот всех цыплят, которые у меня остались, с той суммой денег, мне где-то 4-5 тысяч лей я сделал. Ну, это с учетом минус надо вычесть корм. Ну, там 70 грамм, она где-то 100-100-120 грамм пусть в день кушает. То есть у нас скоро бесплатно. Ну, пусть вытащи тысячу-полторы. То есть я на один вложенную тысячу лей можно снять 200-300 процентов. Это у нас. У меня брама, она не высшего качества. Я вам сразу... Вот у вас, допустим, в Украине там есть, где развернуться. У вас там люди занимаются очень серьезно. Есть очень хорошая брама. Чистая порода. У меня, допустим, петух, он где-то, ну, 4 килограмма пусть будет. Курочкой где-то 2-3 килограмма. А должна быть курочкой 3-4. Так, петух 5-6 килограмм. Это что касается брама. Если вас больше интересует мясо, то лучше брать бройлеры. Они мясные, но они не несутся практически. Они мало что несутся. Ну, их только цыплят покупаешь и к осени как-то уже их можно... Да, да, да. Бройлеры они... Вообще у нас, честно сказать, вот у нас в Молдавии еще с детства помню, у нас очень практикуются породы серебристые. Простые вот эти. Они и несутся хорошо, и курочка такая довольно-таки крупная, да. Ну, всего от того, что я поняла, что мясо есть. И я вам скажу вот такую нашу ошибку, на чем мы пролетели. На чем я пролетел, на чем шиво пролетел, на чем его пролетел. Чтобы вы нашу ошибку не совершали. Во-первых, возьмем с меня Сиона. Мы купили Браму, я понятия о Браме не имел. Да, я увидел, как она выглядит. Вот вы посмотрите, если вы решите Браму, то все будет. Элитные породы. Какая она себя должна выглядеть? Как она выглядит? Она... Там вообще есть выставки, там есть определенные... Параметры. Да, да. Ну, форма, как она должна быть. У нас мы купили Брама-Брама. Во-первых, я сейчас на нее посмотрю, я сразу вижу, что это не Брама, потому что она смешана с Брамой. То есть расцветка не та. Оперение не то, килограмма не то. Шива купил яйца. Скажем, если вы купите яйца. Мы покупали яйца, допустим, есть такое... Легор. Чисто одно из супер несушек считается. Мы купили яйца. Из всех 50-60 яиц у нас вышла одна курочка. То есть непонятно какая причина. Это было... Одно евро яйцо. Одно евро яйцо мы давали. Но это они несутся, супер несутся. Да, у нас одна курочка. Какая ошибка? Либо яйца транспортировали с Кишинева, они замерзли, либо просто брак. Вот, либо петух такой был, не знаю. Потом Шива купил яйца другой породы. Тоже итальянская Кабир, мясо яичное очень хорошо несутся. Которые не требуют прививок. Все, реклама супер. В итоге, ну, у него выросли. У него там из 6 курочек 60, где-то, наверное, 20, наверное, да? Где-то 20 нужно отобрать, которые действительно похожи на Кабир, которые действительно соответствуют стандарту, расцветке. Остальное все там какие-то доклики. То есть купили яйца. То есть, получается, смотрите сюда. Если вы хотите какую-то породу, сначала ее изучите, как она должна выглядеть. Если это мясная, если это яичная, почитайте. Не спешите. Сначала изучите ее. Посмотрите, как должны грибы.